Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница, но тем не менее, у нас еще есть немного времени, чтобы поговорить о наболевшем, о любимом, о том, о чем мы говорим ежедневно. И не устаем, заметьте, от этого. Для некоторых это целая жизнь. Сейчас Михаил отвлекся. Это целая жизнь. Как об этом не говорить? Итак, время поговорить о ситуации на финансовых рынках. Учитывая, что сегодня пятница, мы будем подводить итоги недели. Тема сегодняшней программы «Финансовые итоги недели». Я представляю моих гостей. Игорь Нуждин, аналитик, управляющий компанией «Альфа Капитал». Добрый день, Игорь. Добрый день. И Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления «Бинбанка». Добрый день, Михаил. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мнениями по поводу происходящих событий. События есть происходящие, происходят события. Ну и в это время, как всегда, я рисую картину маслом, что же это за события. Итак, начнем с закрытия американской торговой сессии. И вчера, 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 наконец-то, да, черную свечку нарисовали. Индикаторы американские, то есть немножко, немножко, конечно, достаточно скромно, но откорректировались. СНП 500 потерял 0,5%, 0,2% Dow Jones и почти 0,2%, чуть меньше NASDAQ. Но, тем не менее, вот они единственные красненькие сегодня. Ну, а пятничные торговые сессии, начиная с Азии, в принципе, достаточно позитивно. Никей прибавил 0,5%, Шанхай композит больше, чем процент. Скромно, но плюсе торгуется Европа, Футси прибавляет 0,3%. Ну и наши ребята тоже, да, да, тоже обрадовались происходящим событиям каким-то. И сегодня растут. РТС на этот момент прибавляет 1,5% и чуть больше 1,6% в плюсе ММВБ. Ну что ж, это приятно, это приятно. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent уверена выше 104 доллара за бочку, 104,5. Золото 1370 за унцию и евро-доллар 1,2860 в узком диапазоне. И впервые за несколько, или за многие, я скажу, дни, набор голубых фишек отечественных весь зелененький сегодня. Это радует. Газпром прибавляет больше 2%, почти 2% Лукойл. Роснефть процент, Ростелеком процент, 3% Росгидр, 3,5% Северсталь, Сургутнефтегаз. Хуже рынка Аэрофлот почему-то, вот скромный минус 1,1%. Ну что ж, наверное, это лето все же, да, это лето, это пятница. Впереди выходные и, видимо, это навевает оптимизм. Ну а если все-таки начать разговор и вернуться к нашей теме, заявленный, так, финансовые итоги недели мы подводим. Игорь, на твой взгляд, каковы основные события этой недели, которые вот в течение, собственно, этих пяти рабочих дней влияли на движение? Ну, если говорить о российском фондовом рынке, то, в принципе, скажем так, после майских праздников он как бы начал за здравие, вот, но начал дальше несколько хуже себя вести. И здесь основная причина, это так называемые дивидендные истории, дивидендные бумаги. По многим российским эмитентам где-то с конца апреля до середины мая начинаются отсечки, вот, и инвесторы после этих отсечек начинают акции продавать. Вот, это была одна из основных причин, почему снижались российские фондовые индексы, и почему произошел, скажем так, небольшой разрыв между российскими акциями, да, их динамикой и динамикой там в зарубежных площадах, которые, в принципе, более или менее неплохо росли. Вот, если так, вкратце. Вкратце, основное событие вот этой недели, да? Михаил, вопрос тебе. Если посмотреть теперь уже не только на российский рынок, а и, так сказать, на зарубежные площадки, какая-то идея лавенствовала над ними на этой неделе? Ну, я думаю, что основная, главная вещь на мировом рынке этой недели, это движение по доллару, которое шло укрепление доллара против всех валют, можно там единицы, кто, в общем-то, не продемонстрировал ослабление по отношению к доллару. Это, в свою очередь, сразу же спровоцировало достаточно серьезную просадку по драгоценным металлам, которые мы видели в предыдущие два дня сегодня, там некоторая стабилизация, но, в принципе, тоже серебро, оно упало на прежние минимумы, которые были после обвала месяцем ранее, да, и золото, в общем-то, тоже там устремилось ниже 1400. Вот. Эти же процессы, в общем-то, в некоторой степени влияли на динамику на рынке и промышленных металлов, хотя там отчасти историю связывают с тем, что, в общем-то, со стороны Китая не ожидается в ближайшее время каких-то кардинальных и стимулирующих пакетов, и, соответственно, экономика хоть и находится в более-менее стабильном состоянии, но все-таки темпы роста потихонечку замедляются. Вот. Но, в целом, это, в общем-то, и совпало с движением по дор. Поэтому я думаю, что вот эта неделя, это, наверное, самое такое важное событие. Там индекс доллара в корзине валют, там, локальный максимум пробивает, и, в общем-то, если этот тренд продолжится, то, в принципе, в ближайшую неделю там все коммодиси смогут тоже себя не лучшим образом вести. Вот это, наверное, наиболее интересно. Вот. Ну, а, соответственно, здесь уже дальше можно, как бы, приплести много разных там вещей. Сейчас мы приплетем обязательно. Мне понравился твой термин. Кстати, я хотел бы в основном, ну, или не в основном, в большой степени поговорить сегодня о том, что вот ты, значит, упомянул стимулирующие меры Китая, а ходят разговоры вокруг стимулирующих мер Соединенных Штатов Америки, да, и более того уже. Да, и Россию тоже тут. Да, Россию обязательно мы вспомним. Но, тем не менее, вчера, по-моему, глава Банка Сан-Франциско, да, один из членов комитета по ставкам, уже более-менее уверенно заявлял, что, наверное, пришло время, или вот оно вот-вот настанет, что будем сворачивать мы эти меры. Укрепление доллара можно этим же объяснить. Сейчас, извините, пожалуйста, коллеги, у нас есть звонок. Давайте послушаем Елену. Потом продолжим с вами разговор. Елена, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос немножко не пятничный, такой более широкого плана. Я некоторое время назад экспериментировала с вложением в пакетные инвестиции и вкладывала в предложение одного из банков, которое касалось телекоммуникационной отрасли России, то есть русские телекоммуникации. Я не хочу брендом давать, подозреваю, что это не рекомендуется. Да, это нормально. Вот. И у меня тогда получилась очень удачная ситуация. Мой экспериментальный, так сказать, пакет в 30 тысяч рублей за год в итоге принес мне еще плюс 90. Но у меня там изменилась ситуация, эксперименты мои на этом включены. А как сейчас вот именно в российских отраслях сейчас в телекоммуникации ситуация развивается, на ваш взгляд? Имеет ли смысл интересоваться в этом направлении? Лена, еще раз расскажите о вашем удачном опыте, два слова буквально. Итак, этот опыт занял год, да? Год инвестиционный горизонт у вас вышел. Да, год небольшим, там, года три месяца. Ну и в принципе у нас принято называть, во что вы вкладываетесь. Поэтому ничего страшного, назовите эти акции. Это был, значит, я в Альфа-Капитал в декабре 2008 года на, как бы, снижении, на, там, в волне кризиса. Решила, что куда-то нужно что-то вот это вот положить. И, собственно, в Альфа-Капитал купила пакет телекоммуникации на 30 тысяч рублей. Ну понятно, да. И к концу весны 10-го года, соответственно, общий объем денег, который я смогла получить с этого, включая свои вложения, у меня составил около 120 тысяч. Угу. То есть где-то 300 процентов, да, получилось? Да, получается где-то так. Прилично. Прилично. Хорошо, Лена, спасибо за вопрос. Ну и учитывая, что это прозвучало, я имел в виду, значит, какие бумаги из телекоммуникационного сектора. Какие имена можно называть. Да, 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 а не тот, кто вам помог в это сделать. Ну хотя, собственно, что тут видишь очень хорошо. У нас как раз Игорь представляет... Замечу, что здесь нет никакого, ничего не подстроено, да? Нет, нет, естественно, это нормально. Я не знаю, как бы... Я тебя умоляю, нет, нет, мы все знаем, о чем идет речь, это удачные инвестиции, всегда приятно. Ну на самом деле, если говорить о телекоммуникационном секторе, ну и вообще, если брать сектор потребления, да, потому что телекомы к ним тоже можно отнести, то, ну, пожалуй, это единственный сектор на российском рынке, который чувствует себя неплохо, да, и это как бы понятно почему, потому что есть спрос на их услуги, есть стабильный денежный поток, и при этом эти компании достаточно щедро делятся с акционерами, с дивидендами. Вот посему, как бы, вот, это достаточно хорошая, надежная, как бы, инвестиция. Если брать сыр рынок акций. Я понял тебя, ну, естественно, мы об этом говорим, но учитывая то, что это уже несколько в истории, да, Лена говорила о том, что так вот случилось, так повезло, или обратилась к профессионалам, они подсказали. Я так понимаю, что Лену сейчас интересует идея, да, повторить этот положительный опыт, и что, на ваш взгляд, могло бы принести, ну, может быть, не такую доходность, да, в течение года, но, как минимум, могло бы быть интересно. Ну, помимо, видимо, телекоммуникационного сектора. Как ты думаешь, Игорь? Ну, на мой взгляд, по-прежнему достаточно интересный, тем более сейчас становится интересной после отсечника дивидендные бумаги, да, потому что они хорошо скорректировались, да, соответственно, сейчас торгуются без дивиденда, но при этом мы потенциально понимаем, что дивиденды по ним будут в следующем году. Ну, традиционно их подбирать начинают где-то ближе к осени, но, в принципе, вот на российском рынке эти бумаги по-прежнему интересны. Миш, ты вот опять из расчета такой среднего инвестиционного горизонта, да, на год, что бы посоветовал? Ну, имеется в виду именно акции? Да, ну, рынок, ну, хорошо, не обязательно, давай что-нибудь другое посоветовать. Не, ну, в принципе, локально, да, на ближайшие полгода, несмотря на то, что, может быть, возможно, в отдельных бумагах можно будет намного больше заработать, у меня такая, ну, более четкая идея это по доллару, вот, потому что, соответственно, здесь, ну, по крайней мере, из тех мыслей, какие у меня есть, достаточно четкая тенденция, что тренд по укреплению доллара ко всем валютам будет... Извини, пожалуйста, интересная очень мысль, но мы сейчас послушаем новость. А потом тогда уже продолжим этот разговор. Новости на Финам. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Игорь Нуждин, аналитик управляющей компании Альфа Капитал и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Мы подводим финансовые итоги недели, отвечаем на вопросы, ну, и, собственно, один из них уже нас порадовал. Я порадовался за Елену, но это приятно, да, когда на таком достаточно неоднозначном рынке все-таки кто-то говорит, я заработала за год и приличные деньги. Это приятно, Лен. Значит, вернемся к разговору. Миша, я тебя прервал, к сожалению, да? Ну, к счастью, мы послушали новости, тем не менее. К счастью. К счастью, мы послушали новости. Ну, а теперь давай продолжи, пожалуйста. Итак, мысль по поводу доллара, то есть некая стратегическая, я понимаю, идея у тебя, да? Да, ну, соответственно, если говорить про Эквити, то, безусловно, наверное, на временном горизонте Гонт, да, может быть, удастся заработать. Я просто не уверен, что вот именно сейчас вот такой вариант для входа, самый лучший в условиях, когда все-таки мы будем видеть пока еще слабую статистику, ближайший месяц, как минимум, по крупнейшим странам мировой экономики, вот, известно. И штаты в том числе? Штаты тоже второй квартал будет похуже, вот, даже несмотря на то, что по треб секции неплохие данные продолжают все еще выходить. Вот, поэтому с учетом этих всех факторов, наверное, ну, на мой взгляд, сейчас, наверное, не та, не совсем лучший уровень для входа, да, хотя, наверное, может быть, от текущих меток на горизонте год и динамика в ряде секторов будет неплохой. Вот, наиболее четко пока идея есть по доллару, потому что, во-первых, есть глобальное движение по доллару, оно, скорее всего, будет развиваться, потому что в любом случае, при плохом или при хорошем сценарии, от этого, получается, у нас выигрыш в пользу доллара, если идет плохой сценарий мировой экономики, то, в любом случае, паритеты ставок во всех регионах мира, они будут сужаться к доллару, потому что там еще есть поле для маневра, да, поле для маневра в США нету, там, все, что можно, уже снизили, и все куи, что можно было, уже запустили, там, смысл делать куи, там, из 80-120, никакого нету, абсолютно, никто это делать, скорее всего, не будет. Вот, поэтому при плохом сценарии, там, в каком-то мировой экономике, у нас, получается, в любом случае, доллар по доллару, каких-то кардинальных новых стимулов не будет, и в любом случае, даже если будет плохой сценарий для мировой экономики, в экономике штатов, за счет внутренних факторов в секторе потреба и в секторе строительном, да, соответственно, там ситуация все равно будет лучше. Вот, если взять лучший сценарий, то тогда, опять же, тем более, да, тогда можно играть на, на глобальное, там, снижение темпов куи, там, в конце 13-го года, в начале 14-го, да, если у нас все-таки европейская экономика во второй половине года покажет все-таки некоторый откат, да, от своих вот этого депрессивного состояния, какое сейчас наблюдается, то, опять же, все равно получается, что все остальные центробанки по всему миру все еще будут более долгое время сохранять, стимулирующие политику, потому что они позже начали, соответственно, эту политику реализовывать, а США, экономика, кроме внутренних факторов, еще и за счет определенной внешней поддержки будет также себя чувствовать еще лучше, вот, и, соответственно, там, все факторы за то, чтобы пытаться избавляться от этих вот системовых центробанков, поэтому, так или иначе, да, тренд, ну, я думаю, будет, как минимум до конца 13-го года будет в пользу доллара против валют, ну, можно, с рублем, вот, я, наверное, хотел бы спросить, тонкая картина, ну, здесь, конечно, многое будет зависеть от того, что будет с нефтью, естественно, да, но такой вот умеренный базовый сценарий, который я расписываю, все-таки нет ожиданий, что даже несмотря на большое количество денег в экономике, что нефть куда-то кардинально сдвинется с уровня, который мы увидим на текущий момент, вот, на мой взгляд, самый лучший сценарий до конца года, если нефть все-таки даже останется на трехзначных цифрах, да, это будет очень неплохо, потому что даже несмотря на то, что есть, соответственно, большое, большая денежная масса, большое вливание там по всему миру, все равно все-таки фундаменталии так или иначе как-то действовали на рынок нефти, и пока диспозиция такая, что высокие объемы добычи странных ОПЕК, при этом, соответственно, с точки зрения спроса никакой чрезмерной положительной динамики не ожидается в ближайшие полгода, поэтому, как при таком сценарии, там, выходить на 130 долларов за баррель, да, я не говорю, там, 105-107, это, в принципе, для российского платежного баланса не так критично, там, 107 долларов или 100, да, там важно 120 или, там, ниже 90, там, ниже 80, это уже влияние будет ощутимо с точки зрения денежных потоков по счету текущих операций. Если исходить из этого, да, то из цены порядка 100 долларов, то сейчас у нас во втором квартале будет достаточно узкая сальда счета текущих операций, и в третьем квартале такая же ситуация хранится за счет все-таки еще поддержки импорта относительно экспортных потоков, и если мы будем продолжать введить отток капитала за месяц хотя бы на 3-4-5 миллиардов долларов, то этого будет достаточно для того, чтобы курс доллар-рубль, даже при, там, ценах на нефть 100 долларов, в ближайшие месяцы закрепился выше 32. Вот. Поэтому здесь вот есть более четкая идея, да, с точки зрения акций, у меня просто есть некоторые такие сомнения, что лучше ли сейчас именно момент для входа, да, поэтому я бы сейчас... не готов такую однозначную рекомендацию дать. Спасибо, спасибо, Миш. Значит, еще раз, если позволишь, я сформулирую, да, вот идея стратегических Михаила, там, с учетом среднесрочного горизонта где-то года, да, это длинная позиция по доллару, вот, ну, аргументировал он ее достаточно убедительно, вот, в качестве выбора инструмента, ну, наверное, да, опять можно, у кого... Ну, можно евро-доллар, можно доллар-рубль. Да, да, у кого что под боком есть, да, либо есть, есть счет, я не знаю, на Фортсе, вот вам, да, фьючерс на доллар-рубль, есть счет, сейчас доступ есть на валютную секцию ММВБ, соответственно, непосредственно можно купить пару, да, либо, там, инструменты рынка Форекс, ну, в любом случае, усиление доллара США, вот, видите, оно, я так думаю, тоже, оно не за горами. И теперь, собственно, об этом Миш начал говорить уже, давайте, если можно, проанализируем, ну, и мне не нравится, конечно, слово спрогнозируем, но, тем не менее, поговорим о будущем программы количественных ченей Соединенных Штатов Америки, тем более, еще раз я повторю, уже, так сказать, официальные лица позволяют себе, да, не просто там намеки, а конкретные фразы по поводу того, что, вот, пора уже, наверное, все это дело подсворачивать. Игорь, как ты видишь это, в перспективах каких, и аргумент для этого все-таки какой-то должен быть. Ну, опять-таки же, там, надо посмотреть комментарий, да, какой был, а комментарий был следующий, то, что, скажем так, причина для сворачивания программы количественного смягчения, это опасение некоторых членов ФРС, того, что американский финансовый рынок или рынок акций начинает несколько перегреваться, да, там, и, соответственно, вот один, как бы, это на одной чаше весов. На другой чаше весов это, как бы, та экономическая ситуация, которая в США. В принципе, она не сказать, что это плохая, там, более или менее экономика чувствует себя неплохо, да, поэтому, в принципе, вполне есть, да, там, ожидания того, что американцы могут начинать сворачивать программу количественного смягчения. Тут же надо еще и понимать то, что, в принципе, здесь ФРС и не нарушает каких-то своих обещаний, да, ставки будут оставаться на рекордно низком значении, да, там, пока, скажем так, уровень безработицы не опустится до комфортного значения или того таргета, который обозначает федеральная регионная система. Здесь никакого противоречия нет, да? Да, ну, в принципе, вполне возможно, если мы и дальше увидим, скажем, такое продолжение бурного роста финансовых активов, да, рынка акций, при этом он не, он же сейчас уже немножко идет, как бы, раскоррелирует с тем, что мы видим, как бы, в реальном, да, секторе. Совершенно верно. Да, вполне, как бы, возможно. ФРС попытается таким способом несколько охватить пыл. Миша, вот ты говорил, что вполне возможно в втором, да, и, может быть, даже в третьем квартале, что американская экономика покажет худшую, несколько худшую, да, динамику. Ну, про третье я не уверен. Хорошо, извини, да, во втором-то точно. Ну, во втором есть факторы. Промсектор сейчас за последние три дня, особенно уже отчетливо увидели, показатели по промсектору, соответственно, они, соответственно, стали ухудшаться. Это вот региональных индексов деловой активности вчера, филогрифийский индекс, до этого нью-йоркский индекс, плюс фактически данные по промпроизводству более слабые, ну и плюс в начале месяца мы видели АСМ по промсектору США тоже, которая, соответственно, стала ухудшаться в направлении, ближе к 50-ти направлении. Но это все-таки, да, там, сколько промышленность, это в американской экономике это там 10-15%, ближе к 10-ти, остальное это потреб, сектор, сектор услуг. И здесь пока каких-то критичных моментов мы не видели, мы видели сильные данные по ручным продажам. Вот сегодня будет важен индекс настроения потребителей мичиганского, который будет уходить. И в целом, да, есть, в общем-то, понимание, что сектор услуг даже во втором квартале, несмотря на то, что хоть какое-то замедление все-таки за счет эффекта фискальной больше нагрузки может произойти, все равно ситуация достаточно комфортная, и там полтора, может быть, и 1,8% рост экономики, второй квартал экономики в США может быть достигнут. Да, это ухудшение по сравнению с первым кварталом, где было ближе к трём, да. Но, в принципе, это для США достаточно комфортно, и рост такой достаточно здоровый. Вот. Если вернуться к теме, да, вот этих последних уступлений, там, я бы брать внимание на такие моменты. Во-первых, да, там действительно, ну, если за последние два дня, там, по-моему, три члена, там, региональных, три главы региональных федеральных резервных банков, да, как-то озвучили такие намеки в пользу, что, может быть, там, кто-то поагрессивнее, кто-то послабее, что что-нибудь с этим делать, да, с программой КУИ как-то сокращать, там, что-то перекладывать. Вот. Но вот именно комментарии последних двух дней, они, в общем-то, от тех людей, которые в этом году не голосуют. То есть, там, Фишер, Плоссер, вот этот, Вильямс, они тоже в этом году, по-моему, не члены комитета по открытым рынкам с точки зрения голосующих прав. Правого голоса, да. Да. Вот. Поэтому пока прямо вот чётко именно на них ориентироваться, наверное, такой с большим убеждением не стоит. Вот. То есть, самое первое и важное, да, то есть, есть ранг Бернанки. Да. В Бернанке у нас важное выступление будет на следующей неделе, 22-го числа. Вот. Там будет некоторый взор по экономике, и можно будет уловить какие-то настроения по поводу монетарной политики. Ну, второй ранг — это Елен, соответственно. Ну, и дальше голосующие члены Федрезера. Вот на них надо ориентироваться. Действительно, определённые разговоры там потихоньку рождаются, но пока, вот если посмотреть, да, действительно, там, рынок Турдаст крепчает. Ну, там, на мой взгляд, для того, чтобы Федрезер уже к более чёткому мнению пришёл, нужно хотя бы, там, стабильно, в среднем видеть, там, за три месяца рост рабочих мест выше 200 тысяч. Каждый месяц причём, да? В среднем за три месяца. В среднем за месяц, да. Да, 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 да. Ежемесячно. Вот, пока, как бы, мы это в первом квартале, такую рваную динамику видели, и такого вот усреднённого показателя стабильности нет. Вот. Второй момент, ну, то есть, в принципе, спешить смысла нет. Второй момент, который говорит о том, что, в принципе, сильно спешить, опять же, нет, можно ещё демагогией заниматься ещё полгода по поводу сокращать, не сокращать, это то, что... Ну, по крайней мере, рынки нервировать, да? Вчерашние дни по инфляции, очень низкая инфляция. Миш, извини, ещё раз, значит, новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня подводим финансовые итоги недели и в студии. Игорь Нуждин, аналитик, управляющий компанией Альфа Капитал, и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. И вновь, Миш, я прошу, да, прервали мы тебя, слушали новости, и теперь давай ещё вновь послушаем тебя, значит, собственно, по политике Федеризерва. Ну, завершая, да, мысль такая была. Я думаю, что, в принципе, поговорить о необходимости возможности сокращения QEI сейчас можно, но большой потребности и какой-то реальной срочности этого пока что нет в моменте, да. Вопрос, насколько рынок опережающими темпами будет воспринимать вот эти вот настроения Федеризерва, если какие-то намёки дальше будут складываться. Конечно, конечно. То есть в любом случае любой разговор сейчас, да, какие-то... Ну, в любом случае можно сказать, что глобально, да. Для всех очевидно, чтобы там Бернанк или кто-либо там не говорил в ближайший месяц, что если выход центробанков из стимулирующей политики будет рано или поздно, то первым это будет делать, скорее всего, ФРС, исходя из того, что экономика в стране более сильная, исходя из того, что они этих стимулов добавили больше, чем все. Вот и всё. Логика достаточно простая здесь. Я понял. Если позволите, много вопросов у нас сегодня на пятницу не совсем это похоже, но давайте поотвечаем на них, может быть. Ну вот вопрос, касаемый сначала Америки же. Я не уверен, конечно, что всё, что описывает данная ситуация наш слушателей, так оно и есть, но давайте поверим на слово. Итак, Антон пишет. Билл Гейтс отныне снова самый богатый человек мира, 72 миллиарда у него. Его конкурент медиамагнат потерял 20% денег из-за падения курса акций. Его компания в мире самая богатая компания Apple и самый богатый человек не нефтяной магнат. Информационные технологии приносят прибыли больше, чем нефтяные. Неужели в мире, это вопрос, неужели в мире теперь всё завязано на электронный рынок? Вот такой вопрос от Антона. Игорь. Ну не скажем, что теперь в мире всё завязано на электронный рынок. Тут главный антагонизм в этом вопросе, да, это раньше нефть и все первые, да, самые богатые, те, кто нефть качал, а теперь оказывается... Не, ну если мы просто возьмём для сравнения рентабельность компании индекса S&P и рентабельность компании индекса S&P информационной технологии, то мы увидим, что действительно в IT-секторе рентабельность существенно выше, чем в общем, как бы, по компаниям, входящим в индекс S&P. Ну это известный, как бы, факт, что у них достаточно хорошая маржа. У нефтяных компаний, ну многие, как бы, менеджеры нефтяные, у них и никогда не было сильно большой рентабельности, да, потому что у них очень сильный такой диверсифицированный бизнес, который завязан не только на добыче нефти, но и на её переработке. И переработка это достаточно такое затратное мероприятие. Поэтому они большие по объёмам, но не очень, скажем так, у них большая как бы, рентабельность. Ну и можно всё-таки вот, да, таким образом сформулировать, как наш Антон, Миш, что всё в мире теперь всё завязано на электронный рынок. Ну или как минимум акцент основной какой-то, да, на высоких технологиях. Как ты думаешь? Да я бы такое прям вот акцент не делал. Просто есть разные компании, разные сектора, и там в каждой стране они развиваются по-разному. Поэтому если можно было бы сделать, объединить «Эксон» и «Газпром», и «Роснефть», то это бы компания, и сделать там ещё одного владельца физлицо, то он бы на долгое время был самым богатым человеком. Ну всегда, я думаю, уже и рейтинги никому бы не нужны были. Мы все знаем, кто он. Поэтому здесь вопрос такой. Да, да, философский. Плавающий. Плавающий. Хорошо, давай теперь о России поговорим. Тем более, что есть поводов много. Сущных и не очень может быть. Ну, давайте такое мнение я прочту. Иван пишет. Российской экономике поставили диагноз «рецессия», заявили большое количество экспертов. В конце этого лета нам придётся очень непросто. Вы не задумывались, почему сейчас на каждом сайте, в каждом ролике ТВ-рекламы вам так усердно предлагают кредиты? Да потому, это Иван пишет, что сейчас они действительно снижают процентные ставки по ним со всей возможной силы. А что будет, когда рецессию признают официально, и финансовый рынок рухнет за несколько часов? Вот такое мнение Ивана. Ну и, собственно, вопрос какой-то при этом. Игорь, комментируешь? Ну, понятие признать рецессию. Официально, неофициально. Да, официально, неофициально. В принципе, снижение ВВП 2 квартала. Вот, пожалуйста, рецессия. Да, то есть, это как бы здесь даже не надо ничего признавать. Здесь сам по себе как бы понятно. Ну да, всё очевидно. Да, всё очевидно. Вот, это первое. Второе. По поводу кредитов, вот, да? Почему так усердно предлагают кредиты? Ну, это по политике как бы банков. Им надо на чём-то как бы зарабатывать на кредитах. Это их основной как бы продукт. Поэтому и везде реклама. То есть, ну, предлагают свои услуги. Как-то вот привязывать это к чему-то там, к каким-то процессам или ещё что-то, наверное, не стоит. Я бы не сказал, что сейчас банки там сильно снижают как бы ставки, да? Там они, в принципе, так, флэт, скажем так. Вот есть небольшое движение по снижению ставок по депозитам, да? Там были такие, да, там заявления, что, по-моему, Сбербанк там снижал, ещё что-то. Ну вот по кредитам пока этого нет. Ну, скорее всего, наверное, да, будет движение. Потому что сейчас как бы идёт давление, да, там на банки. Политическое давление. Да, да, на Центробанк, что российской экономике надо помогать. Да, там, пока они видят одну из, один, скажем так, из способов, как это сделать. Это вот за счёт банков, да. Хотя, понятное дело, что одними банками вряд ли это удастся сделать, да. Нужны всё-таки такие более мощные какие-то вещи, да, там. Вот. Как-то вот так. Более мощные рычаги. Миша, ты как смотришь на перспективы банковского сектора? Действительно, вот потребительское кредитование, какое-то другое кредитование, сможет оно помочь выходу из рецессии? Ну, безусловно, потребительское кредитование в разных условиях, оно в помощь динамике рейтинг-продаж, да, и, соответственно, в целом экономики от этого хуже не становится уж точно. Оно подстёгивает, да, кроме, то есть человек может тратить деньги за счёт зарплаты, обычных доходов и за счёт кредита, да. Это подстёгивает спрос, соответственно, в экономике. Вот. Другой вопрос, что у нас пока ещё не такой большой вес, да, сектора потребительского в экономике, поэтому эффект такой сглажен, но это такой хороший внутренний рычаг, и этим надо заниматься. Банки, естественно, последний год, многие банки, в том числе банки, которые были нацелены ранее на корпоративный бизнес, активно входят, пытаются, ну, входят или пытаются войти, да, у всех успехи разные, в сектор розничного кредитования, потому что ситуация с ликвидностью, она напряжённая, фондирование, соответственно, напряжённое, и нужно искать пути для более высокой маржи, в условиях, когда всё ещё экономика, по крайней мере, положительный темп показывает. Банки видели, что этот рынок у нас не так развит, и, соответственно, банкам нужна была более высокая маржа, вот, и они почитали, что в условиях, когда у нас ещё не рецессия, а, по крайней мере, положительная динамика, и население сильно не загружено, то сильно большую просрочку они не получат, поэтому в прошлый год мы увидели, там, выше 30%, там, к 40% рост срочного кредитования, сейчас пока, там, выше 30%, пока что динамика тоже сохраняется, хотя я вот в первом квартале видел некоторое чуть-чуть, чуть замедление какое-то есть, но пока всё равно многие банки по-прежнему стремятся, да, развивать этот сектор, потому что здесь больше маржа. Вот, наверное, здесь ситуация изменится, когда, если ситуация в экономике будет более плачебной, и, соответственно, естественно, урочное кредитование, оно более рисковое, и здесь могут всплывать, возревать некоторые проблемные задолженности, и вот здесь, при таком сценарии, наверное, вот этот аппетит к росту урочного кредитования, он, соответственно, может замедлиться, там, и до 20% в год, да, там, до 15%, но это такой уже сценарий достаточно, очень, в некоторой степени негативный, потому что пока всё-таки те риски, которые банки закладывают в более высокую процентную ставку, они покрываются, то есть вся проблемка, это всё считается, и всё пока что покрывается более высокими ставками, пока этот бизнес рентабельный. Ну, и в любом случае, да, рост потребительского кредитования, это неплохо для экономики, это хорошо, это её стимулирует как раз к росту, и действительно, вот я с Мишей согласен, доля небольшая у нас, да, к сожалению, этого сектора, если бы она была больше, или как в Европе, или как в Америке, да, где там, собственно, сколько там, порядка 70% ВВП, наверное, да, это как раз... Да, в Европе, на самом деле, на удивление, в Европе нагрузка ещё больше, то есть если взять там параметры там розничные кредиты, там КВВП, вот такие базовые ковенанты, то в Европе, на самом деле, ситуация даже как бы более загруженная в ряде стран потребителей, чем в США, хотя так как бы формально достаточно часто можно везде встретить, что в США, там все живут в кредит, там и так далее. На самом деле, в Европе там зачастую даже ещё хуже, ещё более загруженная ситуация. Ещё один вопрос, Олег из Сочи пишет, Олег из Сочи пишет, следующее, не кажется ли вашим гостям, ну, ко мне он обращается, что бегство капитала с российского фондового и финансового рынков, несмотря на их традиционную высокую доходность, это признак неверия инвесторов в экономической и политической будущей России, а может быть даже, пишет Олег, её целостность, во как, Игорь. Почему бегут, да, отсюда инвесторы? По этой причине? Ну, одна из причин действительно есть такая, да, там, ну, во-первых, инвесторы, наверное, бегут, потому что не совсем, как бы, понимают, там, дальнейшую стратегию, там, развития, там, Россия, куда, как бы, идёт наша экономика, да, там, государство, скажем так, пока не даёт этих ориентиров, это первое. Второе, только так называемый пресловутый инвестиционный климат, да, там, на который все, кому не лень уже говорят, да, 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 да. Этот фактор тоже действительно играет свою роль. Вот эти вот, скажем так, вещи, да, они ведут к тому, что мы сейчас видим определённый, как бы, отток капитала, плюс, опять-таки, наложилась сюда не очень хорошая сейчас динамика российской экономики. Вот это всё вкупе пока, как бы, делает не совсем привлекательным российский рынок. Ну, и, тем не менее, вот смотри, акцент делается даже больше в вопросе Олега, больше на политическую составляющую, видите, даже о целостности России он говорит. В принципе, если говорить об инвесторе, да, то, мне кажется, всё-таки инвестор смотрит где-то. Ну, пока текущие процессы, они, как бы, не ставят под сомнение целостность России. Конечно, конечно. Вот, я думаю, для этого всё-таки должны какие-то более какие-то серьёзные вещи происходить. Миш, как ты думаешь, вообще, вот, политическая такая, да, составляющая, она сильно важна для инвесторов? Или больше всего его интересует, где возможность заработать и где поменьше риски? Ну, в любом случае, там, для инвесторов важен, там, комплекс, да, то есть, могут быть, там, компании, в том числе российские, они могут и дальше, там, годами оставаться, там, недооценёнными. Мы будем всё время, там, в аналитических обзорах писать, что вот, там, коэффициентом, там, emerging market stock, это недооценённый stock, это каждый год будет оставаться. Почему? Потому что инвестор закладывает риск и некоторые сомнения в том, какие денежные потоки будут, там, через два, три или пять лет этой компании. Не только за счёт рыночных факторов, то есть, такой большой инвестор, он заложит, там, сценарий мировой экономики, что будет в мире с процентными ставками, с валютой, да, там, и перейдёт, там, на микро, там, на микро, там, на микро, на сектор компании и на сектора и примет решение. Но здесь, сюда ещё, там, когда он смотрит на Россию, он закладывает то, что, там, есть, допустим, большое госвлияние, вот, там, и примеры далеко выходить не надо, чтобы найти, вот, последних событий. Возьмите, вот, пример инвестирования в сектор электроэнергетики, там, последних трёх лет, где вначале, может, было одну модель DCF нарисовать, посчитать цену компании. И рисовали, собственно, да, ну, модель, а потом... Да, потом, через полтора года уже другую, вот, и поэтому, как, какие тут большие деньги, сюда могут прийти, потому что есть, как бы, общая экономическая ситуация, есть, как бы, изменение правил игры, если он... На ходу всё происходит. Да, вот, есть, там, история последняя, там, с ТНК, ВП, Роснефтью, миноритариями, и, там, и письмами крупных инвестфондов, как же так, там, что так нельзя работать, там, Кроснефтью. Вот, и вот это вот всё, оно, конечно, накладывает эффект на Россию, вот, на этот имидж, хотя есть и положительные истории, да, там, попытка роста, там, и стабильность дивидендных выплат госкомпаний, это достаточно хорошая история, да, там, попытка, там, соответственно, там, некоторое, там, увеличение прозрачности определенных госкомпаний, да, но ещё пока что недостаточно, если мы говорим про Газпром тот же, да. Вот, поэтому, вот это всё складывается к тому, что мы пока недооценены, и не факт, что мы будем переоценены в ближайшие годы. Сейчас ещё раз новости на Финал ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, мы продолжаем отвечать на вопросы, которых неожиданно для пятницы, ну, мне, по крайней мере, так показалось, достаточно много, есть вопросы очень, я бы сказал, частного такого характера, и, в принципе, на мой взгляд, ответ на них очевиден, вот, ну, извините уж, уважаемые гости, я, тем не менее, вас сейчас помучаю такими вопросами, вы уж так, да, вы уж отнеситесь к этому не снисходительно, потому что наверняка эти вопросы тревожат наши слушатели. Мария пишет, добрый день, в связи с известными событиями в председателе управления Росбанка, ну, по крайней мере, вчера-сегодня, да, это на первых полосах средств массовой информации. Так вот, Мария спрашивает, в связи с этими событиями стоит ли клиентам, ну, я так понимаю, этой финансовой организации, прежде всего, опасаться каких-либо финансовых потерь, в частности, снижение процентных ставок по вкладам или изменение кредитных условий. Миш, ты как представитель банка. То есть, опасаются, что теперь бесплатно будут снижать ставки? Ну, теперь пойдут какие-то, да, репрессии в адрес клиента. Ну, я просил вас отнестись к этому с должным вниманием. Ну, нет, я думаю, что никаких изменений абсолютно не будет, с точки зрения рядового вкладчика, соответственно, крупный, достаточно стабильный банк, принадлежащий нерезиденту. В общем-то, этот банк, несмотря на, возможно, какие-то обстоятельства, там, с точки зрения менеджмента, мы еще не знаем, да, сейчас покажет суд, но центральный банк достаточно жестко следит за банками топ-10. А он входит в десятку. Ну, по-моему, он должен где-то там быть недалеко уж точно, потому что достаточно крупный банк, и, соответственно, с точки зрения финансовой стабильности, я думаю, вряд ли там что-то угрожает с точки зрения рядового клиента. Ну, то есть, надо понимать, да, что вот события, которые происходят, это частный случай, да, а есть организация, которая, естественно, да, работает, выполняет свои обязательства, и эти вещи, они никак не пересекаются. Хотя на имидж, конечно, может быть в какой-то степени спекулятивно. С точки зрения имиджа, да, 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 это неприятно. Ну, публично вроде как у нас акции не торгуются, влияет ли это глобально СССР, ну, в общем, там были и другие истории, там, с трейдерами по несколько миллиардов долларов. Забавные, да, которые не на те кнопки нажимали. Есть и проблемы в французской экономике, где там бизнес достаточно там серьезно сосредоточен, поэтому, что эта история там кардинально сменит диспозицию там в акциях СССР, тоже не факт. Ну, то есть, да, это вещи разного уровня, да, разного масштаба. Хорошо, давайте вернемся, тем не менее, к нашим событиям, происходящим в России, и я хотел бы еще от вас добиться комментария, дождаться комментария по поводу позавчерашнего теперь уже заседания Центрального банка Российской Федерации. Ставку оставили, как ты уже предполагал, на прежнем уровне, да? Нет, я ждал, что снизят. Ты про июнь, по-моему, говорил, нет? Или про май? Я ждал, что снизят в мае. Ты каждый раз ждешь, да, они все не снижают. Ну, тем не менее, ставку оставили на прежнем уровне, хотя, собственно, ожидания, да, теперь по снижению на июньском заседании увеличились существенно. Как вы видите дальнейшее развитие этих событий, Игорь, да, и, собственно, как это повлияет на экономику? Понятно, что СБ опасается роста инфляции, да, там, она, в принципе, сейчас, скажем так, не находится в комфортном коридоре, вот, и поэтому он пытается такими достаточно хитрыми маневрами показывать, что, да, он ситуацию видит, что, в принципе, возможно, определенные меры будут приниматься, но пока ограничивается, скажем так, снижением длинных ставок, что и будет иметь меньше эффект, да, там, на индекс потребительских цен, чем если бы он там занимался бы там снижением коротких ставок. Но, скорее всего, если все-таки мы дальше и будем видеть ухудшение, да, там, ситуации в российской экономике, давление на ЦБ продолжит усиливаться, вот, и вполне возможно, что будут какие-то движения уже и по коротким ставкам, возможно, будут даже и изменения в подходе, да, там, вот, скорее всего, может быть, с приходом нового главы ЦБ мы увидим каких-то более, скажем так, активных, агрессивных действий со стороны, ну, не агрессивных, активных, скорее, на действий со стороны ЦБ. Не хотелось бы, чтобы он у нас был слишком агрессивным. Ну, тем не менее, дама будет у руля, об агрессии говорить не приходится. Михаил, ну, теперь июньское заседание, ты, конечно же, скажешь, что... Конечно же, да. Конечно же, да. Конечно же. Ну, я, честно говоря, я очень расстроен, что он опять ставки не снизил. Ну, ты расстроен с точки зрения прогноза. Да, 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 прогноз не оправдался. Вот, ну, что, я думаю, что для членов ЦБ, очевидно, причина текущей инфляции, что она все еще остается выше 7%, высокий цены на плодовощную продукцию, там, на ряд, там, услуг, сектор услуг. И даже если просто закладывается, что там где-то по 0,5-0,4, там, инфляция сейчас в мае-июнь, за месяц будет, мы уже к концу июня увидим, там, цифру 6,5-6,6 годовых. А в июле будет еще более резкое движение, да, потому что здесь есть некоторый эффект прошлого года. В том году у нас тарифы, была крайне низкая инфляция первого полного года, потому что тарифы все повышались с середины года. Вот, в этом, и, соответственно, это сейчас сказывается на годовых показателях инфляции, которые выходят до середины этого года. Поэтому здесь вот есть ряд таких технических моментов, что, ну, я все-таки ожидал, что Центральный банк, с учетом тех данных, что мы увидим по экономике, как по факту за первый квартал, так и опережающие индикаторы, они все, в общем-то, указывают, что, ну, неважно у нас дела в экономике. И хотя бы задать тон там бизнес-сообществу на снижение ставок, которые там на 25 базисных пунктов, даже с риском, что сейчас инфляция выше 7%, если ты понимаешь, что, соответственно, есть технически действительно факторы, что она все-таки уйдет реально ниже 7%, там, но параллельно 6% уже там где-то к концу августа, да. Вот, я не знаю, почему, соответственно, мы все ждем, ждем, ждем. Здесь это нужно психологически. Конечно, с точки зрения резолюции Центрального банка, он из-за инфляции некомфортно ему, вот он видит, сейчас цифра такая. 7,2, ну, я буду еще подожду там что-то, ну. Сейчас ты изобразил его Центральный банк, сейчас очень похоже. Им виднее, но, на мой взгляд, как раз, если в июне мы наконец-то дождем снижения ставки, просто будет говорить, что, в принципе, можно было это и раньше делать, потому что инфляция пошла на замедление, и с точки зрения там бизнес-настроения, наверное, лучше было бы сделать на опережение, чем по факту позже. Потому что мы, в общем-то, отстали от всех Центральных банков мира. В этом месяце там, кто только не снижал ставки по всему азиатскому региону прошлось, там, Южная Корея, Австралия, Новой Зеландия, да, там, в Европе Восточной тоже продолжается, там, движение стороны Турции вниз. Мы отстали. Вот. И если бы мы отстали из-за того, что у нас там экономика растет на 5-6%, я бы еще понимал. А мы отстали из-за того, что мы как-то за счет, видим цифры перед глазами технически и понимаем, что реально она замедлится, да. Естественно, там, к осени, вот, там будет, может быть, другая ситуация, потому что еще что там с этим урожаем, засухи, да, погода какая будет, может сбить. Ну, сейчас, в принципе, я считаю, можно было бы и на опережение как-то сработать и хотя бы чуть-чуть снизить. Тем более, что мы отстали, в общем-то, от других центробанков и не имеем высоких темпов роста экономики, чтобы так себя вести. И не имеем права, да, не имеем права так себя вести. Но, тем не менее, вот, происходит то, что происходит. Еще один вопрос, он, правда, касается не совсем, и точнее, совсем не касается России, но это вопрос с точки зрения инвестиционной такой привлекательности. Вот наш слушатель интересуется, Анатолий его зовут. Пишет он, недавно корейская компания Samsung протестировала мобильную сеть пятого поколения. И помимо этого, пишет Анатолий, эта же компания за прошлый год получила 95% прибыли на рынке смартфонов. Стоит ли считать, что инвестировать в корейских производителей цифровой техники – это сверхприбыльное дело, Игорь? Ну, то есть, вот, таким образом, да, опять мы выбираем некую привлекательную инвестицию, да, стратегию инвестиционную, в частности, идею инвестиционную. Вот, Анатолий предлагает такую картину. Как ты считаешь? Ну, всегда надо смотреть то, сколько сейчас стоит компания, да, там, какие она показывает при этом денежные потоки и все остальное. К сожалению, я, как бы, не являюсь, скажем так, фундаментальным экспертом по Самсунгу, вот, но, скажем так… Нет, мы сейчас не говорим, конечно, конкретно. Ну, в принципе, да, IT-сектор, он привлекает, именно потому, что практически большинство компаний этого сектора – это компании роста. Они показывают хорошую динамику своих финансовых показателей, вот, для того, что бывает, эта динамика даже опережает рост их котировок. Поэтому вполне можно искать в этом направлении хорошие, интересные, как бы, идеи, да, и зарабатывать на них. Вот, не только, скажем так, в компаниях, которые производят смартофоны, это и производитель софта, там, ну, в общем, IT-сектор там есть, где поискать, что интересно, где можно, как бы, заработать, но всегда надо, как бы, подходить к этому с умом и анализировать, как бы, более тщательно и детально. – Миша, добави что-нибудь по поводу корейского производителя смартфонов. – Да, мне кажется, у него все хорошо. – Мы по этому поводу, собственно, и беседуем. – Последние, по-моему, несколько месяцев графики Apple и Samsung разошлись, так как ранее мы видели графики Apple и Nokia за несколько лет. Вот, поэтому пока, пока они расширяются, в общем-то, и пока все там спокойно, я думаю. – И пока это в пользу Samsung, да? – Ну, Samsung есть задел, потому что, в общем-то, какой-то большой, как это, кардинально новых продуктов Apple пока что никак не предложит рынку, поэтому, в общем-то, такая ситуация и складывается. А платформа, там, та же Android и Windows, они, в общем-то, совершенствуются, и уже потребитель не видит той колоссальной разницы в интерфейсах, которая была там несколько лет назад. И вот потихоньку туда смещается. Ну, а уж там железо хорошее засунуть, это кому как не им делать, потому что в том же Apple все железо, это, в общем-то, там, половина, если не 90% от корейских производителей. – Ну, в любом случае, да, Анатолий вопрос этот задал, и ответ на него очевиден. Вот это инфляционная идея, действительно интересная инфляционная идея, перспективная инфляционная идея. Ну, я соглашусь с Игорем, тем не менее, для того, чтобы реализовать ее, да, уже нужны какие-то более базовые знания, в любом случае, что вы будете делать? Ну, купите вы смартфон, да, в этом случае вы не совсем становитесь инвестным. – Да, тот же самый Samsung, у него, насколько я понимаю, там, бизнес смартофонов, он не, ну, не то, что основной, но это не основная, ну, у него есть и другие бизнесы, которые занимают достаточно существенную долю в его, как бы, доходах, и там, может быть, не совсем все хорошо. – ЖК-панели возьмите, да, телевизоры, там, то есть. – Во всех даже других брендах там стоят, матрицы. – Ну, я просто говорю к тому, что у Samsung есть и другие бизнесы, которые несколько, как бы, тормозят его рост, да, там, соответственно, почему Apple был всегда, ну, одно время был лучше, чем, да, там, Samsung, потому что у него были все направления практически растущие, вот. – На одном уровне, да? – Да, поэтому надо всегда смотреть глубже, копаться, понимать, откуда… – Комплексно, комплексно надо смотреть. – Кстати, опять вот этот вопрос и ответ на него перекликается с звонком Елены, помните, да, которая заработала именно на IT-идеи, на российской, правда, то, что приятнее вдвойне, на российской идее приличная доходность, поэтому вот… – Ну, она на телекомах у нас, к сожалению, IT-идеи в России. – Пока еще, да, пока. – Есть, они, как бы, интересные, да, там, но они не настолько, как бы большие, там, Яндекс, Мэйл, там… – Хорошо, значит, осталось у нас 30 секунд, я буду прощаться, учитывая пятницу, и прежде всего я благодарю моих сегодняшних гостей еще раз, я напомню, в студии сухого остатка сегодня были Игорь Нуждин, аналитик, управляющий компанией Альфа Капитал, и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Мы подводили финансовые итоги недели, ну, итоги, судя по всему, неплохие, как минимум, неплохое настроение. Я надеюсь, это настроение будет и на следующей неделе. Всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.